ОМТВЮА про Головне. Путин, завтра инаугурация у него в опасности, как заявлено. Да, инаугурация президента, но не царя. Ну, практически царю. Ну, с этими же, видите, быстро. А практически санитарные потери не приводят к попаданию на кладбище. Очень много флагов. Мы это знаем. А я вам еще раз говорю. Либо вы попытаетесь сначала понять, о чем будете спрашивать, а потом спрашиваете. Или не звоните. Ну, все по графику идет, по плану или нет? Нет, на войне графика не может быть исключительно. Как? А Путин заявляет, что все по плану. Если вы так любите слово план, то я вынужден вам напомнить цитату из Георгия Сатиновича Жукова. Война план покажет. Так Путин же заявляет все в соответствии с графиком. Да. Дорогой мой человек, на каждом этапе специальной операции есть свой план, свои задачи и так далее. Ну, на всю специальную операцию такого плана нет. У нас две цели объявлены и все. Мы идем с помощью отдельных операций. Вы, получается, противоречите Путину, да? Вот был план взять Авдеевку. Был. Взяли. Мариуполь был план. Взяли. Взяли. Очеречина был. Надо взять. Взяли. Вот так мы идем. Вот так идет все. Шашками, шашками. Идем по плану. Все. Все по плану. Я понял. Второй вопрос. Это уже третий. Это уже третий. Нет, это второй. Давайте вопрос. Почему сотрудника Красного Креста не допускают к украинским военнопленам на территории России? Это обращайтесь, пожалуйста, как ты на территории России? На территории России как раз допускают. Вы не попутали часом закуску с выпивкой? Украинцы на своих каналах заявляют, что Россия не пускает сотрудников Красного Креста. Да мало ли, но они обязаны так делать, потому что они враги. Они обязаны с него поливать. А почему тогда украинцы допускают? А почему тогда вы не читаете отчеты Красного Креста от посещения мест заключения военнопленных украинских? Почему украинские корреспонденты Дмитрий Золкин дают даже позвонить родственникам? Да плевать, я хотел на той фамилии, что вы перечислите. Почему вы не читаете отчеты Красного Креста? Знаете, Золкина, как они дают позвонить родственникам, рассказать свою плену. Нам прям и мы даем. Да. И мы даем. И вы даете? Назовите канал. И мы даем. Но мы не звоним матери и скажешь, не говоря, что, сука, если ты не перечислите в 10 тысяч гривен, ты его никогда не увидишь. У нас такого нет. Это у вас есть. До свидания, раз вам все понятно. До свидания. Сейчас такая ситуация, что ты, по-перше, мусишь, как боевая одниция, по-друге, как досвечена боевая одниция, по-третье, как человек, который может командовать. И самое главное, как на меня, это показать, ну, властный пример, что, по-перше, война – это не обязательно смерть или калитство, по-друге, поранение – это не обязательно, снова же, калитство, а, по-третье, это то, что иногда необходимость даже выше за спроможность. Мы сейчас на стадии динамической обороны. Сейчас тривая стадия повторного наступа Россиям, то есть нашей динамической обороны. Тут або победа, або поразка. Не может быть ни чьей. Мы маем это усведомливать. Есть вариант лише заморозки. Но заморозка – это просто пауза перед наступным этапом войны. И кому-то пауза пыде больше на користь, а я этого не знаю, потому что будет очень много зависеть от того, на каких условиях эта пауза будет. Но пока мы не имеем, ну, насправді, навык натяку на эту паузу. Потому что, если, например, говорить про те поведомления в публичном просторе официйных осіб держави-агресора, то они кажут, что они не против перемовин, но с врахованием территориальных реалій. Вы же понимаете, что в их конституции записано 5 наших областей, включая части этих областей, которые деокупированы. Иншими словами, я больше, чем переконан, что территориальные реалии – это мы маем отдать, пока что ци областей, разом с теми землями, которые мы деокупировали. Лише для того, чтобы сделать паузу, дать врагу подготовиться до дальнейшей анексии, а потом в конце концового рахунка и знищения нашей страны. Я ситуацию бачу так. А если она такая, то, соответственно, тут немае другого варианта, а не перемога Украины або поразка Украины. И мы просто маем объективно оценивать реальность, в которой мы в ближайшие годы, возможно, десятилетия, будем в стане войны різного ступени интенсивности, аж пока что-то не изменится в России, и она перестанет ставить перед собой цель нашего снищения. Как только мы перестанемо пручаться, боюсь, что это поразка. Нехай не сразу, нехай не за месяц, но за несколько лет это может закончиться полной оккупацией Украины. Людей, перш за все. И засоби, в том числе. Если говорить про лінію зиткнення, ну, перш за все артилея. Ну, тобто, кількість стволів достатня, кількість БК недостатня, але, как на меня, по тому, що я відслідковую, все ж найгірші часи позаду. От зараз вже більше, більше, більше з'являється боєприпасів. Украинские теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії стосовно боєприпасів. І, ну, далі інновацій. Ми змушені в інноваційному плані інновації завжди бігти попереду нашого противника. І у нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрона, багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог побачив, що це працює, просто влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже влітку минулого року кількість мавіків на лінії зідування в противника була більше, ніж в нас. І вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія – це і впівідрони. Знову ж, ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили, ми завдавали і завдаємо до тепер чималих втрат супротивнику. Але зараз чисто кількісно супротивника не менше і впівідронів, ніж у нас. Інша справа – хто ними керує. Усе ж по кількості уражених цілей ми маємо перевагу в цьому компоненті, але, об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів, і ми змушені компенсувати їх і впівідронами. А з іншого боку, все ж противник зараз атакує. І, відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехтою людським життям. Тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є впівідрони. Далі інновації усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілює ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою уже досить давно, і раніше, ніж у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси. Але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому... Размер пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматрює 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, що США об'язані предоставити Києву дальнобойні ракети «Атакмс». Це серйозне ракети. Те самі ракети, котрими Україна накануне ударила по нашому военному аеродрому «Джанкоя». Першу партию біспілотників, підготовленнюю так называемою «Коаліцією дронів», намерно отправить на Україну самая мощна європейська держава – Латвія.